АСКИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АСКИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТА В День народного единства глава администрации района вручил юбилейные медали «100 лет образования Башкирии» Маргарите Кисельниковой, Рафису Нигматьянову, Василию Латыпову, Вячеславу Пантелееву, Риме Насардиновой, Фариде Форзваддиновой, Маудуту Усманову. Звание почетный гражданина Аскинского района посмертно присвоено Владимиру Ковардакову. Благодарность председателя Госсобрания Курултая Республики вручили Люции Низаевой. Она работает в Аскинском отделении бирского филиала МТС «Центральная». Олеся Бусыгиной, оставшаяся без попечения родителей, глава администрации района, вручил ключи от квартиры. Перед гостями награжденными выступили работники культуры, коллективы художественной самодеятельности. А также в администрации района организовали выставку изделий народного творчества. В праздничные дни в Аскинском районе работал выездной модульный комплекс. Врачи посетили деревню Чурашево и Черное озеро. Жителям измерили давление, пульс, вес, рост, сделали ЭКГ, прививки от гриппа. В деревне Черное озеро фельдшер принял более 30 жителей. Прием шел и в поликлинике. Участковый врач-терапевт осмотрел 15 пациентов. И еще хорошая новость из Аскинской ЦРБ. Больница приобрела 13 компьютеров, 3 многофункциональных устройства и 10 принтеров. Техника необходима для работы в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе. Билет в будущее. 40 обучающихся 7-9 классов школ номер 1 и 2 Васкина в сопровождении педагогов приняли участие в фестивале профессий. Он прошел в УФЕ в ВДНХ Экспо. Там работали 8 площадок. Среди них сельское хозяйство, медицина, энергетика, информационные технологии. В каждой отрасли школьникам предложили кейсы, практическое задание. Выполнить их помогли эксперты. Ребята из Аскина прошли профпробы на трех площадках. И с ними занимались преподаватели вузов Республики, региональные эксперты из разных отраслей. Проект продолжится и в следующем году. Узнать подробнее о билете в будущее можно на сайте проекта. 3 ноября впервые в Аскинском районе состоялось культурное событие года. Всероссийская акция «Ночь искусств». Девиз акции «Искусство объединяет». Мероприятие посвятили столетию со дня рождения Мустая Карима, столетию образования Республики и Году театра в России. Перешагнув порог Аскинской детской школы искусств, гости погрузились в атмосферу творчества. Для них работали мастерские. Преподаватели обучающейся школы пригласили гостей прикоснуться к миру искусства, стать художником, музыкантом или просто послушать музыку. На мероприятие пришел глава Аскинского района Решат Дихин и начальник отдела культуры Альфред Хазимулин. Сотрудники музея провели виртуальную экскурсию деятелей культуры и искусства Аскинского района. Они представили богатейшую информацию о художниках, музыкантах и других знаменитых людях района. В мастерской территории музыки Лилия Зарипова рассказала о народных духовых музыкальных инструментах. Ансамбль пианистов Зерины Султангареевой и Ильсия Армени Ахметовой исполнили бразильский карнавал. Семья Аширкаевых представила свои разнообразные музыкальные инструменты. Каждый день ты слышишь звуки, Музыка, она везде В ней вся правда Наши чувства В ней все то, что говорим В фойе гости могли полюбоваться творческими работами обучающихся художественного отделения детской школы искусств. Там же работали фотозоны мир музыки и осенний пленер. Мир декоративно-прикладного искусства открыли Фарида и Ганедин Хуснудиновы. Они познакомили гостей с процессом изготовления изделий из войлока и дерева. Мастер-класс по аквагриму провела преподаватель Эльмера Гайбатова. Любой желающий мог стать художником. Руководитель отдела проката Айрат Усманов представил фильм башкирского режиссера Булата Юсупова «Визит». Мероприятие получилось интересным и познавательным. Ярким и трогательным стал финал всероссийской акции «Ночь искусств». За чашкой чая под аккомпанемент семьи Оширкаева гости и участники исполнили песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Районные соревнования по мини-футболу прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Батыр». Участвовали клубные команды образовательных учреждений района. Первые два места среди девушек заняли команды школ села Старые Казанчи. Первое место у школы номер один, второе у школы номер два. Среди команд юношей первое место у казанчинских ребят второе, у ребят из деревни Каркисяк, третье из школы номер два Аскина. 2 ноября в Караиделе состоялся турнир по гиревому спорту. В турнире приняли участие Аскинский, Болтачевский и Караидельский районы. Всего более 50 спортсменов. Поприветствовал участников глава Караидельского района Ильдар Гарифулин. Все спортсмены Аскинского района заняли почетные места. Первые места у Алмаза Шангареева, Юнира Гимранова, Ильсюяр Гимрановой и Гузель Имаева. Вторые у Расуля Мусабирова, Алмаза Галямова, Лилианы Хасановой, Регины Абраровой. Третье место у Айдара Шакирова, Эмилия Исламова. Этот турнир отборочный, по его итогам определятся те, кто будет представлять свои районы на соревнованиях республиканского уровня. А теперь переходим к основным новостям. Глава Аскинского района встретился со студентами Башкирского медицинского университета. Он рассказал, чем живет район и какие есть планы по его развитию. Активист района Данис Нардинов пригласил ребят вступить в землячество и общаться, будучи далеко от дома. Встретился с ребятами и главврач ЦРБ. Артур Галиулин сам закончил этот вуз в 2006 году. Он рассказал ребятам не только о годах учебы, но и какие изменения происходят в здравоохранении Аскинского района. Эльвина Шерифьянова на встрече самая взрослая. Девушка учится на четвертом курсе лечебного факультета. Родом она из Аскина. С детства видела трудную работу врачей. Вся семья – медики. Мама 34 года, работает в центральной районной больнице. Отец – ветеринар. Практику Эльвина проходит в родном районе. После первого курса я проходила в хирургическом отделении, где моя мама работает. После второго курса – тоже там же. А после третьего курса мы работали совместно с фельдшером. Уезжали на вызовы, оказывали первую помощь. Мне очень понравилось. В Аскинской центральной районной больнице не хватает реаниматологов, хирургов, акушер-гинекологов и терапевтов. Если после окончания учебы Эльвина вернется работать в район, ее обязательно поддержат. Мы работаем с федеральными и региональными программами. Это «Земский доктор», во-первых, программа. Это мы обеспечиваем специалистов, которые к нам приезжают, компенсационными выплатами миллион рублей. Со стороны администрации района, конечно, это, опять-таки, обеспечение жильем, оплата коммунальных услуг и земельными участками. В этом году помощь в виде одного миллиона рублей получили пять специалистов. Не хватает в районе и фельдшеров. Для них тоже есть программа «Земский фельдшер». Специалисты среднего звена получают 500 тысяч рублей. В Аскинском районе три сельских врачебных амбулаторий и 40 ФАПов. Сейчас идет работа по их обновлению. Начали возводить фельдшерский акушерский пункт. Это модульный пункт в деревне Уршады. Это наш второй модульный пункт в Аскинском районе. В отличие от прежнего пункта, в данном пункте у нас электрическое отопление, непечное, горячее, холодное водоснабжение. В прежнем ФАПе водоснабжения не было. Санузел внутри, раньше он был снаружи. То есть все комфортные условия и современные условия труда в данном ФАПе будут обеспечены. Население тоже с нетерпением ждет уже открытие этого ФАПа. Но надеемся, что в декабре, даст Бог, мы его откроем. Новый ФАП смогут увидеть и Динара с Улюзой. Девушки дружат уже 11 лет. Вместе учились во второй школе Аскина. Вместе выбирали профессию. Вместе поступали в ВУЗ. Говорят, вот-вот только влились в учебный процесс. Сначала было тяжело. Первый месяц было учиться очень тяжело. Было непривычно после школы, потому что в университете ты должен сам самообразовываться, сам получать знания, все зазубривать, все учить, все понимать. Преподаватели, ну, они не все дают. В основном ты рассказываешь им сам весь материал, который ты дома выучил. А уже второй месяц подходит к концу и уже более-менее привычно. Вначале чувствуется эта тяжесть после школы, а постепенно привыкаешь. Уже летом девушки приедут в Аскины на практику. Они хорошо знают, как развивается медицина в районе. Но сетуют, что в центральной районе больницы не хватает оборудования. Главврач говорит, что район участвует в федеральной программе модернизации первичной помощи. Обновления уже идут. В середине ноября к нам приезжает мамограф. Это для наших прекрасных женщин, для раннего выявления злокачественных новообразований. Мы с нетерпением ждем, потому что мы возим наших женщин в Караидельский район, в Караидельскую больницу, для того, чтобы мамографию они проходили там. Также в больнице рядом с регистратурой делают кабинет неотложной помощи. Артур Галиулин хочет, чтобы больница была одной из лучших в Башкирии. Что такое лучшее, он знает хорошо. Главврач работал в Уфимской 18-й больнице. В этом году она получила сертификат Национального института качества. Мне очень нравится работать в Астинской центральной районе больницы. Это я говорю откровенно и правду. Мне нравится слаженный коллектив. Да, есть вопросы по поводу материально-технического обеспечения. Это, конечно, не городская клиническая больница. Но вот желание коллектива и радость, которую мы видим в глазах населения, когда оказываем медицинскую помощь специализированную, конечно, это стоит многого. Возможно, я приеду в Асткино, наберусь опыта, и работа будет очень насыщенная. А дальше я планирую поступить в ординатуру. А дальше уж, не знаю, пока посмотрим. Ну, сначала в Асткино работать пару лет. Потом уже, может быть, ординатура. Но сначала надо отучиться эти шесть лет. И это очень хорошо, что район сможет обеспечить ординатуру, если ты захочешь выбрать какое-то направление. Девочки знают, что район их поддержит. И это важно. Недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать прием в медицинские вузы на 70% целевым, а в ординатуру на все 100%. Большой этнографический диктант написали жители Асткино. Это международно-культурно-просветительская акция. Каждый мог оценить свои знания о народах, проживающих в России и их культуре. К диктанту присоединилась и съемочная группа телеканала ЮТВ. Мероприятие состоялось одновременно во всех регионах страны. В Асткино оно прошло на базе первой школы. Участники прошли регистрацию и собрались в актовом зале, где их поприветствовал организатор диктанта Фарида Давлетшина. Акция проводится уже четвертый год, и мы надеемся, что уже после прохождения диктанта у участников появится желание изучить свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. 20-й год – это всероссийское перепис население, где мы должны заявить о себе, сказать, кто мы, откуда мы, и, конечно же, дать еще раз показать свою национальность, чтобы в дальнейшем уже можно было жить в нашей большой, огромной семье. Участники проследовали в аудитории. Прозвенел звонок, символизирующий начало диктанта. Сотрудник компании Уфанет Алексей тоже решил проверить свои знания и сел за парту. Инициаторами этой акции были в Республике Министерство культуры Утмуртии. Сегодня, конечно, очень много было участников, мы этому очень обрадовались, ожидали меньшее количество участников. Диктант состоял из 30 вопросов в форме тестирования. Из них 20 вопросов, как мы говорим, федерального значения, и 10 вопросов республиканского. Вопросы, касающиеся народов России, у многих участников вызвали трудности. Но и знать все невозможно, ведь на территории нашей страны проживают представители более 190 народов. Диктант длился 45 минут, но были и те, кто закончил раньше. Одним из первых из аудитории вышел глава администрации района Решат Дихин. В принципе, диктант несложный, тестирование и так, в принципе, в школе проходили. Но некоторые вопросы, конечно, есть, да, очень тяжелые, когда ты вообще не изучаешь. В последнее время историю приходится вспоминать именно старообляческие там названия некоторого населения или людей. Вот это, да, самое сложное, наверное. А то, что было вопрос именно по республике нашей, не очень легкий. По Башкорстану вопросы все очень, почему-то, легкие, как говорится, все это решат уже, надеюсь. Там никакого сложного вопроса не было. Ну, по России сложновато вроде, конечно. Хорошо готовились к диктанту? Ну, честно говоря, да, вчера уже все-таки смотрели про Россию, книгу про Башкорстан. Вот это мне помогло узнать побольше о своей республике. Было много вопросов сложных, но я старалась, ну, по максимуму отвечать. Также помогала мне сестренка Адалина. В Башкорстану большой этнографический диктант писали на 55 площадках. Цель проекта – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов России. В Аскино к акции присоединились 130 человек. Правильные ответы на задания они узнают на сайте мирэтно.ру 10 ноября. Жизнь – это кропотливое и удивительное творчество. Творить ее надо с душой. А творчество – это жизнь. Так считает семья Оширкаевых. Этим летом они переехали в Аскино. Наши корреспонденты побывали в гостях у семьи и узнали, как они живут и за что любят село. Горячим чаем и вкусной выпечкой встречает хозяйка семьи Оширкаевых Олеси. Вся семья собралась за столом. Детишки смотрят с любопытством, кто к ним пришел. И ничуть не стесняются. Гости в этом доме бывают часто. Хотя семья переехала жить в Аскино из Уфы только в июне. Для нас здесь построили дом. Очень хорошие, замечательные люди. Наш дом нам очень нравится. Здесь очень чистый воздух. Красивая природа. И очень хорошие люди нам попадаются. Добрые, отзывчивые. Я помню, когда я приехала сюда первый раз, дом уже был готов, обшит. А нам один мужчина делал скважину. Он спросил, откуда вы? Он говорит, я из Уфы, а я из Киргиз-Меньков. Это еще дальше от Уфы. Получается, отсюда 400 километров. Он махнул рукой и говорит, а, не будете здесь жить. То есть, не сможете. Не сможете, да? Как уедете потом, да. Ну, нормально вроде пока. У меня что-то еще. Семья Ширкаевых богата на таланты. Все поют. Они сами сочиняют песни и записывают их. Споем песню? Да, конечно. Одну из последних. Про Ому. Песни пейзаж. Песня. Она восходит к горизонту. О нем бывая средь ночи. От дни до дни сияют звезды. Под шепот сонной тишины. Она украдкой наблюдает. За всеми нами, кто не спит. В дороге нас сопровождает. Уюбим светом на пути. Она бывает очень разная. Мы узнаем ее всегда. Она становится прекрасной. Большая спутница луна. Но от дни шкафах находится. Мне нет. Тут песню мы сами достаточно. Да? Вы сами начинаешь. У нас 111 песен. Находят время писать песни. Вот просто возьмёт и напишет за 20 минут, бывает даже. Если вдохновение летёт, поймает волну какую-то. Хотим мы детям преподавать музыку, рисование. Дома Ширкаевых полон музыкальных инструментов всех народов мира. Помимо восьми гитар есть древнерусские духовые – свиристель, калюка. Армянский дудук, японская и китайская флейты, казахская домбра, кубинская бонго, дальневосточный бубен. Коллекция продолжает пополняться. В этом деле семье помогают друзья. Но в основном этим занимается Марат. Каждый член семьи умеет играть на большинстве инструментов из коллекции, хотя музыкальное образование есть только у Олеси. Они слышали гром. Классно. Классно тёплится. Это палка дождя. Продолжение следует... Продолжение следует... Я подсказала просто чуть-чуть Амалии, а дальше будет сама. То есть она поняла, где там какие ноты, и я просто могу там поставить ей книжку какую-нибудь с песенками. Она подойдет и сама разберет, поиграет. То есть получается так естественным образом, такой обучение, но я ее не заставляю. И хочется, она взяла и поиграла. Еще одним увлечением семьи являются фото и видеосъемка. Около 40 фотографий развешаны по дому. И это только малая часть. Видеоклипы на свои песни Аширкаева снимают сами. Дети здесь не отстают от родителей. Придумали сценарий клипа, сняли. Папа помог лишь смонтировать. Перемешалось все вокруг Кто был в нем грант, верю, жду Русишка заяц, а смеел И кто случайно фото съел Приснятся женщины, такие сни Здесь все забыли, кто они Сотрудники детской модельной библиотеки Аскина провели мероприятие, посвященное гражданской обороне. Ребятам, которые все еще ходят в детский сад, они показали кукольный спектакль. Вместе с детьми представление посмотрел и сотрудник компании Уфанет Алексей Огуречников. Папа Игорь, у нас сегодня с ребятами день доброго огня, да? Да Знаю я ваш добрый огонь Дружила я с ним как-то, а он взял мне и избушку мою сжег Представляете, ребята? Вы видели мою избушку? Да А вы их ножка красивая такая была, пресс Как теперь жить, не знаю Игра со спичками привела к катастрофе Баба Яга осталась без избушки Зато теперь благодаря ребятам знает, что делать нельзя и как не допустить возгорания Ребята рассказали бабе Яге о правилах безопасности, научили ее пользоваться огнетушителем, вместе разгадывали загадки Показали кукольный театр, детям очень понравилось Так приятно было смотреть, что ребята знают правила пожарной безопасности и, надеюсь, соблюдают их А вы умеете пользоваться огнем и спичками? Нет А балуетесь спичками? Нет А когда раз в лесу я шел, спички коробок нашел, давай со спичками играть Усты и травку поджигать А мне мама строго-настрого запретила играть со спичками, ведь огонь может стать злым Мне сегодня самосказка понравилась и мне понравилось, как рассказывали про огонь Баба Яга мне понравилась А у меня? Да Еще она сидит А мне понравилась А у меня хвостик, крайний хвостик Подружка у тебя очень опасная Да Ребята, со спичками ведь нельзя играть? Да Нет А почему? Потому что они делаются по залу Дети с большим интересом смотрели сказку и переживали за героев Ребята узнали, что нужно быть внимательными и даже во время веселья нельзя забывать о правилах безопасности На наши мероприятия мы все время приносим книжки, так как мы работаем в детской библиотеке У нас работает передвижная библиотека, которая обслуживает детей в садиках и в школах стационарно Еще у нас очень много интересных мероприятий проходит без куковельного театра, конечно Мы выездные организовываем их, наша детская библиотека каждый день, можно сказать, работает в этом направлении Всем давно пора понять, что спички это и играть, чтобы не стал врагом огонь, спички просто ты не трой Аскинская библиотека показывает ребятам спектакли не только на противопожарную тематику Говорят об этикете, о том, как вести себя Сегодня в библиотеке идет ремонт, поэтому сотрудники не могут пригласить ребят в гости Но скоро библиотека будет встречать детей в обновленном помещении Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала ЮТВ программа Телеоткрытка В этот день мы поздравляем с праздниками самых близких и родных Говорим им теплые слова и пожелания от всего сердца Сегодня география наших именинников широка Давайте вместе поздравим жителей республики Дорогую маму, жену и бабушку Ахтямову Роэлю из Октябрьского Поздравляют с днем рождения муж Рафи, дочери Юля и Лиля, зять Роберт, внуки Малика и Данил Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов И сбудутся все твои самые смелые и заветные желания Говорят близкие Желаем, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди Обойди весь мир вокруг, только знай заранее Не найдешь теплее рук и нежнее маминых Не найдешь на свете глаз ласковей и строже Мама каждому из нас, всех людей дороже Сто путей, дорог вокруг, обойди по свету Мама самый лучший друг, лучше мамы нету Для кого-то ты лучший человек, для кого-то ты лучшая мать Для кого-то ты лучшая жена, для кого-то ты лучшая бабушка Знай, главное, мама, что ты для нас незаменимая Такое доброе, наполненное любовью и пожелания Передают родные Раэли Азгатовны и дарят песню Передают родные Раэли Азгатовны и дарят песню Субтитры создавал DimaTorzok Нет, не�� Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой наш любимый муж, папочка, дедушка и прадедушка Марат Ибрагимович. От всего сердца поздравляем тебя с юбилеем, с 80-летием. Восемь десятков круглая дата, в памяти то, что бывало когда-то. Но не грустите и не унывайте, этот день славный не забывайте. Крепким здоровья пускай ваше будет, счастье дорогу в ваш дом не забудет. Птички пускай за окошком поют, ну а родные любят и чтут. Мы с днем рождения вас поздравляем и от души без сомнений желаем встретить однажды еще веселей, важный столетний большой юбилей. Искренние слова поздравления передают супруга Альфина, дети Владислав, Гульнара, Гульшат и Ильдар, внуки и внучки Алия, Виктор, Милена, Руслан и Радмир, а также правнучка Ольга. Марат Ибрагимович, примите в подарок эту песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 День рождения Алия Нуровна Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сбербанка и День специалиста по безопасности. 15 ноября – Всероссийский день призывника, а 17-го – Международный день студентов. Давайте чаще говорить друг другу слова любви и благодарности. Смотрите нас каждую пятницу в 6 часов вечера и в воскресенье в 12 часов дня на телеканале ЮТВ. Всего доброго!